Друзья мои, всем привет! Всем огромный привет! Ну что ж, у нас с вами сегодня очередной обзор, уже поздний обзор на канал Деревенский Дневник очень многодетной мамы и канал Мать Грэйни. Обсуждать мы с вами будем обозревать Лёлькин сегодняшний ролик, я ему больше не сестра, надо же, друзья мои, в общем, как-то так, да, свежак ролик, ему всего-навсего три часа, но прежде чем мы с вами приступим к этому ролику, так скажем, к его обсуждению, я вам хочу зачитать комментарий, который мне пришел, конечно же, от обожателей Лёльки Поберухи. Вот на моем, значит, ролике под названием «Либо на паперть, либо на зону» некая Татьяна Яценко мне выдала, как говорится, на гора, все как обычно, Лёлька жжет, я обозреваю, виноваты, конечно же, обзорчики, да. Кто вам дал право, пишет Татьяна Яценко на такие заголовки? Вы кто? Судьи или прокуроры? Не ваше дело, какая у нее жизнь? Да вы еще хуже, что ее обсуждается. Слушайте, я вот думаю, когда до этих одноклеточных уже дойдет, что Лёлька выкладывает все свои вот эти вот шедевры на Ютуб исключительно ради того, чтобы это все дело смотрели, обозревали и комментировали. Татьяна Яценко, уясните уже, Лёлька ради этого выкладывает на Ютуб все свои, так скажем, вот эти вот ролики ее же произведения искусства. Кто такая Лёлька? Ну, опять же, она выкладывает, а люди имеют возможность комментировать, и не все всегда будут петь какие-то хвалебные оды, да. Кто-то может сказать что-то, так скажем, против и так далее. И потом, если она так себя ведет на Ютубе, особенно последние несколько, так скажем, лет, то здесь чего пенять на других? Надо смотреть за собой и на то, как ты себя ведешь, как ты себя преподносишь и представляешь, да. И еще вот, мне интересно, ну ладно, Лёлька, с ней все понятно, по крайней мере, Лёлька действительно показывает свою жизнь, но Татьяна Яценко решила с чего-то нам сказать, а вы, мол, еще хуже, потому что вы ее обсуждаете, Татьяна Яценко. А с какой стати мы, почему мы не должны обсуждать блогеров, которые вынесли свою жизнь на Ютуб, да? Вот мне просто интересно. Причем я и написала, просто написала смайликс смеющийся и написала, Танюх, ты права. То есть я даже не стала лезть ни в какую бутылку, на что мне эта Танюха, значит, пишет. Я вам не Танюха, я не ваша подруга, чтобы меня так называть. И не надо смеяться. Я уже в возрасте и не люблю, когда обсуждают людей, тем более детей. И не надо лезть в ее жизнь и смеяться над ней. Это ее жизнь, и ей за нее отвечать. Еще раз. Еще раз для тех, кто в Танке, я могу сказать. Во-первых, слава Богу, что вы мне не подруга. Во-вторых, если вы пришли на Ютуб и пишете о том, что вы, да, то есть обращение ко мне, а также к моим зрителям, вы еще хуже, чем она, потому что вы ее комментируете, откуда вы знаете, какие мы? Вы нас даже не видите. Мы обозреваем и комментируем человека, которого мы знаем, как ни крути. А здесь, получается, человек просто догадывается, да? То есть она заходит и начинает с нами соревноваться, комментировать и сама же лезет на обзорный канал. Но когда я ей написала и поставила смеющийся смайлик, да, написала, Танюх, ты права? Она пишет, да кто ты такая, типа, чтобы рот раскрывать, я старше тебя. А чего вы козыряете возрастом? Если вы старше, если вы взрослая, идите, занимайтесь, как говорится, своим делом, да, я вообще понять не могу. Вас сюда на обзорный канал точно никто не тащит. Здесь сюда приходят люди общаться по интересам. Но вы сами сюда лезете. Лелькины обожатели и хомяки лезут сюда постоянно. А потом кричат, ой, а я в домике, а у меня возраст другой. Ну, другой возраст, значит, сюда не заходите. И еще, вот мне просто интересно, опять не могут они понять, что это такое, почему это вы смеетесь и комментируете ее жизнь, а также жизнь ее детей. Так она сама это выставляет на всеобщее обозрение. И что плохого было в названии, то ли на паперц, то ли на зону. Когда Лелька сама может выложить ролик, что мои дети попрошайничают в магазине, они голодные, у них нет еды, да. То есть этот ролик и вот такие стримы под такими названиями это самое то, ребят, туда Татьяна Яценко даже носа своего не сунет. Лельке она вот такие вот пару копеек не вставит и не выскажет. Лелечка, как это так ты не боишься, что у тебя деточек отберут, да? Почему это ты такие названия выкладываешь у себя в роликах на своем ютуб канале? А здесь, конечно, может Татьяна Яценко себе позволить в принципе и поговорить. Ну да ладно, ребята, фиг с ними, как говорится, переходим к нашим баранам. Ну что ж, Лелькин ролик под названием «Я ему больше не сестра». Мне уже честно смешно, так и хочется спросить, Лелька, вы там уже определились, кто с кем, как, как говорится и в каких позах? Вот правда смешно? Леля, Леля с детьми собирается гулять, Вероничку оставляют дома, она, знаете, демонстративно несколько раз нацеловывала Веронику прямо на камеру, называя ее мышкой. Ну что говорит моя мышка? Самое главное, чтобы мама не забыла, как дочью-то на самом деле зовут. Шурик тут же, смотрю, бегает в тельняшке, в общем, да, такой, знаете, хозяин тайги, самый настоящий. Ну а Лелька? А Лелька, кстати, не просто так вывела всех своих детей и на улицу, говорит, вот, заодно и снег почистим. Ну такая, знаете ли, молодец. Молодец, как говорится, с плохой овцы хоть шерст и клок. Почистили они снег, говорит, да. Все помогли общими усилиями, смогли почистить и даже Шурик, Шурик постарался. Ну, с другой стороны, друзья мои, понятное дело, почему бы этого Шурика надо его, как говорится, привлекать к труду и к обороне, дабы он отрабатывал свой кусок хлеба, а также сало. Я смотрю, он там не на шутку пристрастился, каждый день рубает это сало, да, да, да. Ну, а вообще мне просто интересно, ребят, почему, почему Лелька, которая кричит, вот, такие-сякие обзорщики не показывают свои лица, почему она не показывает Шурика? Ну, раз уже все определилось, она в конце концов решила, что он ей теперь, знаете, хахаль, а не брат, то почему бы не показать его лицо, тем более мы все его прекрасно давным-давно видели. Вот мне просто интересно, почему же Лелька, которая кричала о том, что вот вы боитесь, вы не показываете свои лица, почему она не показывает лицо своего молодого любовника? Хотя нет, как он ей молодой, у них всего-навсего год разница. Видимо, есть какие-то причины, есть какие-то моменты, а может просто тянет, так скажем, интригу, хотя она уже, знаете, запоздала эта интрига, она уже растянулась, и она уже абсолютно никому не интересна, да. Далее, далее поехали на почту за мешком от Василька, говорит, ой, а там сюрприз для кой-кого. Ну, ребят, честно, я сразу же поняла, для кого сюрприз. Понятное дело, для Шурика, о чем, кстати, Лелька, в чем она и призналась, сказала, вот, будем делать с тобой фотографии ню, ню, да. И мне, знаете, понравилось, ну как понравилось, мне было смешно наблюдать за выражением лица Артура, когда Лелька поднималась домой и начала обсуждать с Артуром тот момент, что сейчас она будет делать фотографии в стиле ню, вместе, значит, с этим, с Шуриком. Артур так на нее посмотрел, вы знаете, посмотрел действительно, как на какую-то дуру. Вот, честно, нет слов, но я думаю, что Артур про себя подумал о том, боже мой, ты не о том думаешь, женщина, у тебя 10 детей, неужели тебе нечем заняться, а ты носишься с этим вот этим вот, со своим хахалем и не знаешь, куда, как говорится, себя пристроить, куда себя деть. Ну, а дома, друзья мои, уже показывают нам, как дети едят, дети едят, значит, надежда с детьми, да, понятное дело, надежда с детьми, Шурик опять рубает сало, я не могу. Я так понимаю, что кроме сала Шурика больше ничем не кормят, но, может быть, он предпочитает исключительно сало, не знаю. Ну, а далее, говорит, Лелька завела Шурика, значит, в отдельную комнату и говорит, ну что ж, Александр, раздевайтесь, мне это напомнило, а ваш Штирлиц, я попрошу остаться. Да, примерно это выглядело так. В общем, Лелька зашла с Шуриком в комнату, занесла туда мешок с Василька и решила она, так скажем, Шурика вот этого приодеть. Да, 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 друзья мои. Ну, а с другой стороны, почему бы и нет? Василек Лельке достается бесплатно, поэтому можно сменить имидж Шурику. Заказала она ему несколько футболок, по крайней мере, это то, что она там показала. В общем, да, я так понимаю, что все теперь должны одеваться исключительно от Василька. Заслужил. Шурик, наверное, действительно заслужил. Себе, кстати, о себе Леля не забыла. Заказала себе очередной спортивный костюм, на что Шурик сказал, да, типа себя-то ты любишь. Вот, знаете, лучше бы она медалистки кормящей заказала бы вещей, а то та, знаете, как без порток, но в шляпе. Да, с айфоном, но ходит вечно как чуня, вечно непонятно как одета, вечно какая-то затюканная, вечно непонятно что. Правда, в последнее время она как-то научилась очень хорошо своих бабок, свою вот эту вот подписоту посылать на три веселых буквы в задницу, а также куда она их там еще посылала, я уже, если честно, даже вспоминать не хочу. Кстати, многие из этих самых активных бабок почему-то до сих пор не появляются, видимо, дорогу никак не могут найти обратно кормящей медалистке, а может быть к Лельке потеряли дорогу, неизвестно, друзья мои. Ну, в общем, что я хочу сказать, что же я вижу? Действительно, Шурик-то заработал себе, как говорится, на трюселя. Потихонечку, полегонечку Шурик все-таки внедряется. Внедряется он в семейство Лелькина, в ее семью. Ну, она его не только кормит, она его не только поет, она его не только спать укладывает, возит на машинке, катает, она теперь его уже и одевает, и обувает. В общем, да. Ну, а с другой стороны, а как иначе? Хочешь иметь мужчину более-менее симпатичного, да? Надо Лельке, конечно же, стараться. Потому что, ну, сами понимаете, 10 детей, конечно же, сложно найти себе мужчину, так скажем, который бы пришелся ей по нраву. Поэтому ей приходится его практически покупать. Ну, и понятное дело, что этот мужчина, так скажем, любитель жить за женский счет. Это сразу же заметно. Может быть, именно по этой причине Лелька и не показывает его лицо. Может быть, где-то уже прославился, знаете, может быть, где-то уже окучивал такую же тужу, который сейчас, по крайней мере, как говорится, деньги ляжку жгут. Ну, а Лелька что? А Лелька вообще ведет себя просто, ну, так скажем, очень и очень глупо, ребят. Столько детей, столько, по идее, забот, хлопот. Надо всем заниматься. Детьми надо заниматься, да? Надо как-то, я не знаю, все, вот все ей успевать, а она только бегает со своим Шуриком и больше ничего. В общем, да, странная история, конечно, очень интересная. Не знаю, чем она закончится. Если она еще от него будет рожать, ребят, это будет просто туши свет, бросай гранату. Это будет просто нечто. Он ее свяжет ребенком, в итоге, я так думаю, по крайней мере, на какое-то время, но она будет действительно полной дуры. От такого мужика рожать никоим образом нельзя. Нельзя. Потому что, если он сейчас не может обеспечить даже себя, мы прекрасно с вами видим, что он даже нигде не работает, то о чем вообще можно говорить? Что он может дать тебе и твоим детям? Ну, это он сейчас, пока вот рядом с ней там ходит, делает вид, да, что он там делает какой-то козовник. Кто его знает? Может, он уйдет там через месяц, через два, найдет себе какую-нибудь, так скажем, попроще, попроще в плане того, что без такого количества детей, без такой ответственности. В общем, ребят, посмотрим, поживем, увидим, что будет дальше. Пишите, что думаете по этому поводу, оставляйте свои комментарии. Ну что ж, всех целую, обнимаю, всем желаю прекрасного дня, хорошего вечера, берегите себя, своих родных и близких, здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...